Никиту Сергеевича Михалкова Никита 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 Сергеевича Никита Сергеевича Никита Сергеевича Михалков Никита Сергеевича Михалков Замечательно сыгравший Котова Сам защищает себя бумагами Когда видит Как он считает в любом обращении к нему Есть или в некоторых обращениях к нему Есть клевета Он сразу берется за перо Мы видели как делает это Михалков Как он это делает Года полтора или два назад Кто-то из следственного комитета Никита Сергеевич возглавляет Общественный совет у Бастрыкина Кто-то слил его письмо И подлинность письма не оспорил Никакой суд его не собирался рассматривать И никто не сомневался Михалков написал Бастрыкину О своем партнере по бизнесу Кажется Тувикин Или Тупикин Какая-то такая фамилия Это нижегородский бизнесмен Там же Павлова Его партнер по виноделию Судя по всему По итальянскому вину Или еще по каким-то бизнесам Не знаю Вот он просил Михалков Бастрыкина В эту сторону Значит не смотреть уголовные дела А не возбуждать Потому что это его партнер по бизнесу И вообще кто-то хочет его Михалкову за руку У него какая-то мания Что кто-то хочет его Я предполагаю Я не знаю Это мое оценочное осуждение Моя гипотеза Моя интуиция Возможно мания Некое преследование А может быть нет Может действительно кто-то хотел Через этого Тупикина Кто такой Тупикин Свести с ним счеты с Михалковым Но вот он писал Бастрыкину Некую инструкцию Письмо Не будем его Михалкова обижать Нет Конечно письмо Банк Который был раньше Плохой Где уголовное дело Где застряли деньги Возможно даже целый Миллиард Возможно Гипотеза Вот там было уголовное дело Но сейчас уже не надо Это уголовное дело Это все к Бастрыкину А вот здесь Или наоборот там надо Здесь не надо Короче Инструкции Два года прошло Ну кто такой чушь помнит Тогда люди очень сильно возбудились Писали многие письма Открытые Что Михалков нарушает Все мыслимо Еще раз Он не может Никита Сергеевич Ну как вот На Котова писали А сейчас пишет он Он Так устроен Что ему нужно Ответить А ответить Куда обратиться В силовые органы Что он сделал И на этот раз И так Михалков написал Некое заявление Судя по всему Бумага Ушла Летом Или осенью В Нижегородское Городское Городскую полицию Опять Михалков Жаловался Что его обижают Полицейские проверили Содержание Аргументы Никиты Сергеевича И отказали ему В возбуждении Уголовного дела Судя по всему Отказали Потому что Никакого Делу никто не дал ход И вот прошло Время И хотя все сроки Закончились И бумага не имеет Как я предполагаю Никакой уже силы Тем не менее Эта бумага Срочно оказывается В Москве Почему? Вот очень интересный вопрос Почему из одного Отдела дознания Где и сроки вышли И никакого преступления Нормальные люди Не установили Следователи Искренние и честные Я разговаривал С женщиной Дознавателем Отказ Почему вдруг Бумага из одного Отдела Переходит В другой Городской отдел В другой город Права равны Если здесь не установили Причем здесь Москва и Московское дознание Это никто Объяснить не может Пока Но пока таких вопросов Это все Пал Палыч Милованов Герой наших дней Это имя Сегодня облетело Без привлечения Всю страну Московское дознание Пал Палыч Милованов Пал Палыча сложно Пал Палыча Я Караулов Обвинил в клевете Заявление Чемизова И некая бумага От Милованова Мы показывали У нас на канале Недавно Две фразы За которые Я должен сесть в тюрьму Как считает Пал Палыч Это там клевета На Чемизова Я подробно Эти фразы Разбирал Повторяться не хочу Но Пал Палыч Сделал еще одну вещь Он написал Караулов Имел умысел Значит Какие-то счеты Свои с Чемизовом Я никогда не сводил Счета с Чемизовом Зачем Наоборот Чемизов был героем Наших передач Героем неизвестной России Целая серия Фильма Ростехи Ну Наврал Пал Палыч У него проблемы И так Чтобы проблем было поменьше Так я предполагаю Это ход такой мысли А самое главное Чтобы Не дай бог Кто-то подхватил Историю С Вип-охот И вроде бы Есть подозрения Есть предположения Что в январе прошлого года Одним из охотников В Тверской области В охотокозяйстве Луковникова Был начальник Московской полиции Генерал-лейтенант Баранов У него тоже есть бумага У них у всех есть документы Бумаги Значит одна бумага У Михалкова Что он санитар Выданная Специальной какой-нибудь Российской санитар Я знаю, как она выдана Какой-то службой А у Баранова Есть бумага Когда поднялся скандал Что вроде как он был На этой охоте А там чуть не погиб Гражданин Сальников Вячеслав Григорьевич На этой ВИП-охоте Да, Сальников Это гендиректор Охотхозяйства Луковникова Охотхозяйства Одному миллиардеру Принадлежит Вроде как там Охотились два генерала И Сальникову Кто-то из них Из карабина Влупил пулю в живот Причем пуля По словам самого Сальникова Это не был самострел Я его спрашивал Все материалы у нас на канале Каким-то чудом Пуля от рикошет Попала из дерева В брюшную полость человека А как это Рикошет дерева дает Такого не было В истории человечества А где в лесу пуля Может от рикошет Спрашивают охотники И пошло шептание Что кто-то просто Наказал егеря Непонятно за что Из генералов Всадив ему пулю в живот Мы не знаем кто это Но карабину у Бастрыкина И гильза Уже год Нет ответа Кто же стрелял А предполагают многие Два московских генерала Начальник Полиция метрополитена Он охотился И невзирая на то Что у Баранова Это вопрос Мы же тоже Мы не имеем права Не доверять документам Возможно Баранов был В этот день В Мосгордуме действительно Хотя бы он там был Выходной в этот день Что он в Мосгордуме Выходной день делал А главное Кто ему бумагу такую дал Спустя задним числом Что он там был в Думе Это не очень понятно Но еще раз Должно провестись уголовное дело Следствие Пуля в животе Мужик еле выжил Но слава богу Здравствует А кто стрелял Не он не говорит Почему не знаю Мое интервью с ним У нас на канале Может боится Ни Бастрыкин не сказал Кто пуля-то всадил Если бы Всадили в генерал Не дай бог пулю Все было по-другому Кто-то даже слух пустил Что это Чуть ли не министр Там охотился Ну вот я же совсем не верю Ну думаю совсем Это вот так сказать Фейк Клевета Но Михалков написал бумагу Бумага закончила Как я понимаю Своё существование От моё предположение Что его Михалкова Клеветали Клеветали за этот лес Там ещё за что Его заявление Никто в глазах не видел Его не показывают Кстати мне до сих пор Не показали заявление На меня Чемизов Я о том что есть Такое заявление Должен только со слов Дознавателей догадываться Нормально нет А вот так делаются дела И рассыпается всё Ну вот рассыпается И рассыпается Значит как надо Всем помочь Из Нижегородского Городского В Московское Городское Бумагу И 2 марта В тот самый день Как я уже говорил Когда Банда террористов Русский батальон Кто его финансирует Причём здесь Илья Пономарёв Мы тоже подробно Рассказывали на канале Вот когда они Эти террористы Пришли В нашей деревне Там полицейских Или просто не было Я не знаю Или раз-два и обчёлся Во всяком случае Не было Такого мощного сопротивления Там в Брянской области Как было когда-то На полуострове Даманский Где погиб Командир заставы Китайцы Террористы китайцы Напали И младший сержант Нездравствующий Генерал-лейтенант Сегодня Юрий Бабанский Пынял на себя командование Стал героем Советского Союза Вышибли китайцев К сожалению В тот день полицейские В том числе и полицейские У них полагается Стабельное оружие Ничего этого Этого не было И такого мощного Отпора Как когда-то На Даманском Тоже не было Чем занимались полицейские А в этот день Внимание С заявлением Никиты Михалкова В руках Отксерином На 14 или 16 оперативных групп Почти 200 Строение 1 в 6 утра Москва Москва проспект Никита Михалкова Участвовали Участвовали Практически все работники Так я понимаю К Даша К Даша не ломились Михалкова И даже в квартиру Тещи И его возможного обидчика И в каждой квартире Находили какие-то Телефоны Смотрели Забирали компьютеры Или пытались забрать Где-то забирали Искали какие-то диски Когда их спрашивали А что вы ищете Мы по роликам Против Михалкова А пылесос при чем А на это не было ответа У нас есть бумага От Никиты Сергеевича И бумага От Павловича Милованова Можно проводить опыск Видимо есть какое-то Решение суда Но в этом решении Не были указаны Все адреса Потому что ломились Не только по 17 адресам Которые у меня Да в двух регионах И в Подмосковье тоже Подмосковье Да Новоглаголево Инфаминский район 4-й центральный проезд Дом 10-й Дом 13-й Все в этом проезде Все искали Какие-то ролики Против Михалкова Что-то такое По его заявлению Курятник обыскали Дом 10 по-моему Там большой участок И есть курятник В курятник залезли А в курятнике Что можно было найти А вдруг что-то спрятано Допрашивали всех подряд Кто был в доме Тещи Дети Внучки Работники По заявлению Михалкова А теперь самый главный вопрос Ну ладно Не дай бог Путин узнает А вот Михалков А он был в курсе Этих обысков Я ему позвонил Вчера Я специально После ковида Еще раз Михалков Это Ну вот как Ну вот Не дай бог с ним что-то случится Россия будет другой Никита Михалков Один из тех людей Кто реально Во многом Оказывал влияние Все эти годы На наши мозги На наше самосознание На национальное самосознание Когда он болел Я Я честно говорил Что не дай бог Случится самое худшее Я знаю что такое ковид Я трижды болел ковидом У него похож был Очень тяжелый ковид Мои мысли не желали Воздоровления Потому что Ну вот Как Питер без Невзорова Это уже другой Немножко город Так и Россия без Никиты Это другая страна Я приводил этот пример Я когда-то мальчиком Сергей Михалков Приехал к нам В пионерский лагерь Родник Домостроительного комбината Моя мама была бухгалтером И вот значит Путевку дали На месяц На два месяца Уже было невозможно Чтобы все дети Все строго было И вот к нам В этот месяц Приехал Сергей Михалков Со звездой героя Выступал перед пионерами Я как самый шустрый После обеда Ни грамма водки Ничего Пообедал с детьми За столом шутил Что-то веселое рассказывал Я не помню Что уже он рассказывал Но помню Как я вызвал сопроводить Его как самые шустрые домошения И почему-то Когда Михалков У него была старая Черная Волга От Союза писателей Старая Потрепанная Меня это поразило И он когда в нее садится Я вдруг его спрашиваю Почему Сергей Владимирович Скажите пожалуйста С таким бодрым голосом Галстуки Вы же все надорядились Михалков Дядя Степа Все знали дядю Степу Это великие стихи Сергей Владимирович Скажите пожалуйста Что такое счастье Спросил я его Он сказал фразу Которую я не просто Запомнил ответ На всю жизнь Но которая стала Для меня В моей жизни Ключевой Сыграла огромную роль В моем мироощущении Он сказал Не задумываясь Счастье мальчик Он заикался Это возможность Послать нахер Вот он сказал Куда Как можно Большее количество Высоких Алжасных лиц Без Всякого Страха Ну просто Это моя путеводная Звезда Когда Пошли санитарные Вырубки леса Это не мой лес Появились вопросы Не по фонду культуры У Владимира Янишерлова Наверное Есть какие-то вопросы К тому же Михалкову Наверное Захочет Владимир Петрович Сам их озвучит Создатель фонда культуры Где Михалков Неожиданно поменял Дмитрия Сергеевича Лихачева Очень неожиданно И где фонд культуры сегодня Что мы о нем слышим А было мощно Сделано Очень мощно Журнал был Наше наследие Во главе с тем же Инишерлом Фонда культуры Виктор Мережко Считал Что Все то Во что Вляпался Сказать нельзя Но во что погрузился С головой Михалков Бизнес Это он больше не снимет Ни одного хорошего метра Мережко это сказал Много лет назад Действительно После Последнего Бунинского фильма Нет ведь ничего А фильм не нравился Кстати Очень Но вот нет Ничего нового Почему Потому что Ну ведь как Все просто В этой жизни Золото проверяют Огнем Женщину Золотом А мужчину Женщиной Но иногда И Мужчину проверяют Золотом Одно из двух Мы же О деньгах Вспоминаем Как о болезнях Только тогда Когда их нет Когда они есть Это мало кого Все интересует Но либо 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 ты художник Либо все таки Ты бизнесмен Не у всех Получается Как у Фрэнка Сенаторы Совсем не у всех И бизнес И настоящее Искусство То что делал Кобзон Последние годы Он делал И до этого Не было Никаких ярких Открытий Не было Как когда-то У Пугачевой Орликину Сразу поднявшая Ее на недосягаемую Высоту Ну не было Бизнес Убивает Все живое В человеке Ну это такая профессия Деньги считать Производить Делать А потом доказывать Через суды Что ты Санитар леса Санитары нашлись Копки Кому быть санитаром Народному артисту России Автору Замечательная картина Не оконченная пьеса Очень жаль Потому что Еще раз Когда Михалков Мы видели Да этот фильм Замечательный Свой среди чужих Чужой среди своих Очень жаль Что когда Те кадры Когда Михалков В шляпе Идет по рельсам И плюется семечками Это гениально Было сделано Это врезается В мозг На всю жизнь Или когда Он на белом коне Въезжает в Кремль Вот бы царь был Вот был бы царь Это сейчас Все воспоминания Трагедия Я предполагаю Трагедия Самого Михалкова Но с другой стороны Зато если Командив Котов На него писали Командив Котов Герой Михалкова Утомленное солнце На него писали То сегодня Мехалков Я про полицейских Я про полицейских Это агония Система Я лишний раз Убеждаюсь в том Насколько же мы Журналисты Право задавая Те или иные вопросы Не будем задавать Все гнилью покроется Сегодня Самое главное У всех Чтоб Путин не узнал Мое предположение Не только эта история Не только эта история Чтоб Путин не узнал Чем занимаются 200 полицейских В тот день Когда границы голые Система Защищает Сама себя Каста А народ Это потом Дочихать мы хотели Если один В этой системе Нет Свой среди чужих А чужое среди своих И не может быть Это все осталось В прошлом В советские годы В годы гражданской войны Сейчас все только свои Есть мы Каста Есть все остальные Как в этой ситуации Кириенко думает Проводить выборы президента Да еще когда те Террористы Которые я рассказывал Об этом Я еще в октябре Сказал про этот батальон И какие миллиардеры Бежавшие из России Финансируют его Сегодня через Пономарева Мое предположение Илью Пономарева Тоже бывшего депутата И какая у них Идеология Там главный Тезис Идиотов погонах Я об этом отдельный ролик Сделал Сегодня у нас на канале Можно посмотреть Так что Что было то было С чем я и поздравляю Михалкова Но я просто думаю Что у него в этот момент Как бы украли имя Вместе с его заявлением Давно уже утратившим Свой срок Что мешало Михалкову Написать свое заявление Новое Московскую полицию Я ведь не написал же Не знаю почему К этой чепухе Не надо серьезно относиться Потому что в этой истории Больше всех Жаль народного артиста Не герой труда Его подставили Сам виноват Но уж извините Если Бог Хочет кого-то наказать Он действительно Прежде всего Вынимает из щели По разуму Это Известно Давно Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok